Услышать каждого в рамках общественных приемных парламентарии, а также руководителя различных предприятий и организаций района помогли не одному десятку граждан разобраться в волнующих вопросах и решить их проблемы. Так депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Юлия Мурина провела три приема граждан, в рамках которых к депутату поступило 10 обращений. Из них два разъяснено, два решено и шесть находятся на контроле для изучения дальнейшего их разрешения. Ни одно обращение не должно остаться без внимания, каждое обращение должно быть тщательно проработано. Человек приходит к нам на прием и наша задача выслушать его и оказать помощь в решении его проблемы, конечно в рамках действующего законодательства. Проблемы волнующих граждан затрагивают самые разные сферы. Это вопросы благоустройства территории, трудоустройства, пенсионного обеспечения, строительства объектов социального назначения и многое другое. По поступившим вопросам принимаются оперативные меры по их решению. Так в положительную сторону решилось коллективное обращение жителей новой индивидуальной застройки городского поселка Старобин, где проживают порядка 20 многодетных семей. Граждан волновал вопрос создания нового автобусного маршрута для перевозки детей в школу и обустройства автобусной остановки. Для его решения была создана специальная комиссия в лице всех заинтересованных служб, которыми были проработаны возможные пути для реализации данного проекта. После обращения в общественную приемную к нам приехала комиссия в составе депутата Мурина Юлия Георгиевна и представители райисполкома автобусного парка Соливорска с решением о предоставлении автобуса к началу учебного года. Потому что здесь у нас живет более 20 многодетных семей. Численность детей составляет в данном районе застройки около 170. По данным статистики, скорее всего, что это дело образования. И поэтому стал вопрос именно о автобусе возить детей. Даже не в школу, и в больницу надо отвезти, и пенсионеры тоже здесь же проживают. Им проехать в Соливорск, в Старобин на автобусе. Потому что данный пешеходный переход, который находится на трассе Р-23, он себя не оправдывает. Машины практически не пропускают никого. И дети стоят как раз сейчас в пик с утра, в обед и вечером, когда идут со школы. Ну, просто невозможно там перейти. Поэтому началось какое-то движение по работе. Дороги начали гридировать. Я так понимаю, что будет и остановка, и к началу учебного года здесь будет автобус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!